Сизеватая поверхность отражающая, она по цвету контрастирует с тем, что течет рядом красная. Она синяя, а лава красная. Это создает фотографию. Если бы она была просто черная, было бы не так интересно. Ну, а здесь вот как раз правило жизни. Все просто. Как вообще это сделать? Для того, чтобы Хранк сделать шедевр, надо, первое, выбрать подходящее состояние природы. Это во всех учебниках написано. То есть состояние освещения, эффекты состояния освещения, это режимный свет, когда солнце уже село, а небо еще не черное. Это низкое солнце, отраженный свет, который дополняет прямой свет, то есть он сглаживает контраст. Состояние атмосферы, туман, дымка, осадки. Когда вы видите такой снегопад на улице, как сейчас, есть шанс снять очень интересные снимки. Гораздо более необычные, чем ясный, солнечный день. Мои знакомые фотографы этим часто пользуются. Им звонишь, ты где? Я как делаю? Погода плохая, естественно, я на работе. Я снимаю, конечно, объездыщие. Так, технические средства. Ну, а технические средства до бесконечности. Это, как я сказал, базовая, как я сказал, точка съемки, угол, глубина резкости. Это базовая. А все остальное, сколько удается? Если удается покупать объективы огромного фокусного состояния, можно снимать заход солнца через Кавказские горы и так далее. То есть тут до бесконечности, но опять же, определяется замыслом. Что ты хочешь получить на выходе и чего тебе это нужно? Если ты снимаешь, хочешь снять классическую архитектуру, определенный набор техники, инструментов. Если ты хочешь снимать абстрактные картинки той же архитектуры, совершенно другой набор инструментов. Софт-объективы, другие фильтры. От фотографа требуется всего-навсего увидеть, спрогнозировать, организовать. Удачный кадр. В скобочках талант. Дальше. Умение выбрать необходимое оборудование, точку съемки. В скобочках навык, опыт. Дальше. Выбрать необходимые параметры для реализации художественного замысла. Тоже навык, опыт. И дальше просто выработка, на которой мы сегодня не дойдем. Все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем. Вопросы есть? Вадим. Тогда еще раз поблагодарим. Вот вы знаете, есть... Вообще он издатель, Вадим издатель, и издает очень много книг. Вот прекрасная книга «Русский альбом». Действительно, шикарная книга. Где редактором этой книги является Вадим Штрейк. Поэтому, если у кого есть желание сейчас воспользоваться редким случаем, что здесь автор, есть редактор, то вы можете приобрести книгу такую и вот с удовольствием, с удовольствием, да, подпишет, доставит свой автограф. Так что книга на самом деле очень интересна. Многие ее, может быть, видели у кого-то или в интернете. Поэтому рекомендую. Спасибо.